Просили рассказать про клуб счастливых женщин, который я не так давно основала. Клуб по подписке, туда можно на месяц записаться. Это стоит очень, в общем-то, незначительных денег. И получить много полезного в плане. Мы разбираем добавки. Некоторые спрашивают конкретные вопросы, задают и по здоровью, и по домашним животным, по детям. Много психологии, много метафизики. Очень интересные вещи иногда рассказываю. И каждый день, каждый день, кроме одного выходного в неделю, я делюсь какими-то новыми исследованиями, то, что я прочитала, зарубежными или российскими, комментирую. И поскольку группа закрытая, мы разбираем любые темы, то, чего нельзя разобрать, например, на Ютюбе, ВКонтакте, в Телеграм, потому что есть темы, которые нужно обходить. И у меня есть, естественно, свое мнение на некоторые медицинские вопросы и околомедицинские, конечно же, которые я не могу высказать публично, не могу написать в Дзене про это, потому что заблокируют. Это то, что я рассказываю на тех семинарах, которые не в записи, и на личных консультациях, которые не записаны на мобильный телефон. Там много очень интересного и очень большой объем информации. Кому интересно, кому любопытно, пожалуйста, конечно, можно зайти на месяц, попробовать, если не понравится, уйдете. Кто-то сразу на 6 месяцев вперед вносит, поэтому там дополнительная информация по препаратам, такая уже врачебная информация для более углубленного применения. И интересные истории практически, свои работы тоже там о них рассказываю обязательно. И кто-то спрашивает, почему Клуб Счастливых Женщин. Ну, на самом деле, когда я своим маркетологом работала, прежде чем выйти в соцсети, он мне посоветовал создать клуб и назвать его Клуб Успешных Женщин. И, вы знаете, я первоначально так и хотела сделать, а потом поняла, что такое успешная женщина. Успех, он у каждой свой. Кто-то успешен в личных отношениях, потому что у меня, опять же, достаточно много пациентов, кого я много лет знаю. И это пары, как я говорю, птички-неразлучники. То есть вот такие замечательные пары, кто друг на друга не надышится. Вот это очень здорово. И это хороший пример для остальных. Вот настоящая любовь, да. Не страсть какая-то с истериками, с битьем тарелок, еще с чем-то. А прямо вот настоящая-настоящая пара людей, которым очень-очень хорошо вместе. Дальше есть женщины-домохозяйки, многодетных у меня много. И женщины до определенного периода не работают, потому что они воспитывают, рожают детей. Это очень-очень тяжелый труд. Но с моей точки зрения у меня двое детей. И я понимаю, что в ряде случаев работать, наверное, проще, чем детей воспитывать. Тем более, если нет помощников, няни и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну, как-то вот говорить об успехе, о внешнем в определенные периоды не приходится. И, как правило, эти женщины гораздо позже стартуют, находят какое-то дело по душе, хобби. И многие, благодаря моим семинарам, пошли изучать какие-то интересные темы, астрологию, бадзи и так далее, и тому подобное. Мне, конечно, безусловно, очень приятно, потому что они искренне заинтересованы. У них есть дело, благодаря которому они развиваются. И это приносит много пользы им и другим людям. Дальше у меня есть и успешные бизнес-леди, причем это очень крупный бизнес. Есть у меня пациентка из списка Forbes. Есть владелицы различных заводов, пароходов. Или жены очень серьезных бизнесменов, которые также пробуют себя в разных сферах. И вот они тоже, понимаете, хотят быть счастливыми скорее, чем успешными. Потому что для женщины очень важно ее близкое окружение, своеобразное гнездо, с кем она общается, ее семья, ее мужчина. Ну, если это здоровая, психически здоровая, физически здоровая женщина. Понятное дело, что не у всех получается найти себе пару и наладить личную жизнь. Но это не значит, что женщина в этой ситуации несчастна. Понимаете, мы все разные, а кому-то это вообще не дано. А кто-то, наоборот, не хочет семью, детей и даже домашних животных, и каких-нибудь птичек. Потому что достаточно комфорт одним. И я всегда учу своих студентов, что, друзья мои, мы все разные. Если бы мы были все одинаковые, это было бы скучно и интересно. И в любой ситуации нужно пытаться искать свое счастье. Поэтому женщины-домохозяйки иногда могут с завистью посматривать на бизнесвумен или на известных каких-то женщин. А женщины-известные искренне могут завидовать тем, которые сидят дома, и им не надо зарабатывать деньги каждый день. В общем-то, думать, как все успеть и так далее и тому подобное. И есть люди, кто это все совмещает, такие счастливцы, женщины такие. Так вот, я пришла к выводу, что успешными далеко не все хотят быть. Или если хотят успешными, то в какой-то определенной сфере. А вот счастливыми, безусловно, хотят быть все. И как меня мои учителя учили, и в метафизике, и везде это, в общем-то, сказано, что любое живое существо на нашей планете хочет быть счастливым. Поэтому есть и практики, пожелания счастья, здоровья всем живым существам. И я свой клуб назвала «Клуб счастливых женщин». Почему? Потому что мы много говорим о здоровье. А только здоровая женщина может быть по-настоящему счастлива. Потому что если она нездоровая, если у нее куча болезней, у нее нет сил. У нее нет сил заниматься собой, своей личной жизнью, детьми, родителями, коллегами, социумом. В конце концов, у нее не будет даже сил и желания себя в порядок привести. Поэтому «Клуб счастливых женщин», он же «Клуб здоровых женщин». «Клубствация ceil�» «КлубFI году» «Клуб東西»